Блистать на сцене, срывать аплодисменты. Мечта? Нет, реальность. Начинать свой путь в этом деле, лучше еще будучи школьником. Гора новостей приехала на фестиваль школьных театров «Дебют». Проходит он в Башкирской республиканской гимназии-интернате имени Рами Гарипова. Испокон веков здесь была театральная студия «Тан Сулпан». Позже ее переименовали в Рами. А в этом году и вовсе решили выйти за пределы одной студии. И решили сделать целый фестиваль. В нем принимают участие семиклассники, целых четыре параллели школы. И приглашены юные актеры из Демского дворца творчества «Орион». Расскажи, пожалуйста, про постановку, которую вы подготовили. Мы подготовили военную постановку, называющуюся «Кадар Алга». Она про восьмерых девочек, которые собрались идти на войну за своих отцов и дедушек. Слушай, а расскажи про свою роль. Я очень долго готовилась к своей роли. У меня главная роль девочки. Я смотрела некоторые фильмы про войну и подготавливалась душевно. Все постановки исключительно по пьесам выпускников. Ведь в этой гимназии-интернате училось много именитых людей. Уникальность этих спектаклей еще и в том, что в качестве режиссеров выступали воспитатели. Готовиться начали еще осенью. Шили костюмы, изготавливали декорации. Фестиваль «Дебют» прошел впервые. Надеемся, что на следующий год организаторы поддержат такое творческое начинание. Расскажи про ваш спектакль. Наш спектакль называется «Кадар Алга». Мы этот спектакль не взяли из какого-то произведения. Мы его придумали сами. И мне он очень нравится. Тяжело ли играть роль на башкирском языке? Нет, потому что я так-то дома разговариваю на башкирском языке. Башкирский язык – это мой родной язык. В зрительном зале ребятам аплодируют не только учителя и ученики. Также организаторы пригласили известных драматургов. В конце каждого участника наградили дипломом и угостили тортом. Этот фестиваль для молодых и талантливых. У этих ребят есть будущее. Мы их еще услышим, я уверена. Тиханкина Ариадна и Азамат Даянов специально для «Горы новостей». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова